Друзья мои, новый вывод. Лупятся перепелки, маленькие-маленькие, милота. Новорожденные, ой, какие же они милые. Белый гигант. Вот так это происходит в инкубаторе. Здесь уже, конечно же, много вылупилось. Надо убирать скорлупу. Вот смотрите, вот это так происходит. Мои сладкие. Сегодня мы убираем старых перепелок. Из этих мы сегодня сварим суп. А вот два еще перепелочки, две штучки. Сидят, ждут. Ну, простите, ну простите меня. Ну, что делать? Видите, старенькие, лысенькие. Вот такие вот у нас перепелочки. А вот новые малыши. Практически все уже вылупились. Осталось немножко в инкубаторе. Вот самолетик. В каждом выводе бывает самолетик. И не один. Перепелки варятся. Те самые, которые мы сегодня потрошили. Будет супчик. Друзья мои, это трэш. Это ядовитый паук. Он сбежал. Я его хотела снять. А он сбежал. Вот в эту трубу. Ой, меня уже это колбасит. Ой, ужас какой-то. У меня то одно, то другое. Друзья, вы его видите? Это вообще ужас. Такого я еще не видела. Это точно ядовитый паук. Точно. О, боже. Вот он он. О, боже. Это так страшно. Я боюсь, он на меня прыгнет. Он прямо там живет. Вот прямо там сидит. Ой, блин. Ой, какой ужас. Ой, какой ужас. Как его убить, я не знаю. Смотрите, мои друзья. Вот эта огромная помидора называется черно-голубой хребет. Вот так. Это та, которая здесь на виду у меня. Она поспела, ее надо срезать. А сейчас я покажу. Еще несколько помидор. Уже темно. Подсветку включила. Вот это, по всяком случае, написано, что это у меня черный принц. И у меня здесь есть огромные томаты. Посмотрела, как называется. Оказывается, называется Вова Путин. Вот. Смотрите, они еще не поспели, но они огромные. Вот так выглядит томат под названием Вова Путин. Так что, мои дорогие друзья. Кистей мало. Но у меня всегда так. У меня не успевает. Вот еще кисть. В общем-то и все, две. Ну и все. Больше нету. Да, вот так вот. Часто такое бывает. А вот эта помидорка, видите, это не болезнь. Это печеная, потому что она прямо на солнце. Мне говорят, не видно помидор. Ну и хорошо, что не видно. Потому что, когда видно, вот, пожалуйста, это попеклась на солнце. Нет, и зачем? Но здесь просто так получилось, что она, видите, согнулась. И поэтому вот такая. Но это точно попеклась. Потому что, ну, в общем-то, потом у нас жара как бы спала. Сейчас дожди. Но то, что вот там было на открытом, очень жарком солнце, вот оно и попеклось. Вот еще. Не знаю, какой сорт, надо смотреть. А те, которые были сердцевидные, я уже вам показывала, называются орлиное сердце. Вот тот куст, с которого я уже снимала. Они, кстати, орлиное сердце, могут быть и сердцевидными, и круглыми. У меня уже такое было. Вот на этом кусту были сердцевидные. Я их показывала, спелые. Вот они, видите, они сердцевидные, немножко приплюснутые. Вот они. Это орлиное сердце. Тоже классный. Очень хороший томат. Мне нравится. Моя цветная капуста так и не завязывается. Не знаю, что с ней. Может, перекормили. Вот. Почти такая же, как помидоры. Но, к сожалению, головки не завязались. Как-то так. Может быть, вот у этой что-то там началось. Ну, это первое. Единственное. Вот это кто-то пожрал. Ой, ладно. Всем хватит. А вот это вот томат. Лискин нос. Вот он тоже. Вот такой офигенный. Тоже надо снять. И взвешать. А это неизвестно. Надо посмотреть. Потому что непонятно. Похож на ромовую бабу. Надо посмотреть за листья туда. Томат ромовая баба. Это самый большой. Я посмотрела. Залезла туда вниз. Это ромовая баба. И вот второй томатик. Вот 540 грамм. Два томатика. Вот 179. Это желто-зелено-плодный томат. Вкусный. Мне нравится. Я его сажу часто. Не первый раз уже. Завтра буду делать дегустацию. Сегодня, наверное, уже не успею. Вот этот большой желтый томат, который я хотела посмотреть, как называется, я не смогла. Уже темно. Я не нашла ложку, на которой написан сорт. Не знаю. Похож на Амана Оранж. Потому что лискин нос, он более круглый. Или сердцевидный. А это вот на Амана Оранж похож. Но тоже вот 352 грамма. Вот огромный. Под названием Черный Принц. Но он с довеском. Я не смогла отрезать его на кусту. И поэтому пожертвовала зеленым томатиком, чтобы отрезать полностью. Сейчас я его... У меня там еще синенькие отрезала. Видите, вот лежат. Я в курятнике. В курятнике. Мне тут писали сообщение, что... Что у вас весы в курятнике. Да. Что я буду домой, что ли, все это тащить. Сейчас разберусь с этим. Пускай там лежит. Дома они быстро съедаются. А там хоть долежат. Вернее, там, здесь. Да. В курятнике. Иногда я этим занимаюсь. В курятнике мне удобнее. Быстренько подошел, взвешил, снял. А то домой пока придешь, пока то все. Тут собаки и, короче говоря, уже не до съемок. Вот, пожалуйста. Под названием Черный Принц. Вот такой у меня томат. Как я понимаю, из махрового цветка. Я отрезала лишнее. Отрезала зеленый помидор. Вот 590 грамм. Вот такой огромный Черный Принц. Я даже не знаю, брать с него семена или нет. Вроде бы не надо. Вроде бы нельзя из таких брать. Может быть, взять да подписать, что из махрового. А потом посмотреть, что получится. Ну, не знаю точно. Сейчас решу. Не сейчас. Буду есть. Потом решу. Что с этим делать. Этот томат называется Хохол. Представляете? Это самый крупный. Я в прошлом году такие сажала. Мне очень понравились. Ну, просто вообще они классные. Вот. Представляете? Вот такие томаты. Очень вкусные. Вот второй томат с этого куста. Но этот поменьше, конечно. Вот. 242 грамма. Вот такой огромный томат тоже. Но это тоже крупный томат. Ну, в общем-то, все. Все томаты, самые крупные, с первых кистей, я сегодня вот сняла. Ну, сколько смогла, сколько успела. Потому что мы сегодня убираем перепелок. Муж этим занимается. И тут вообще столько дел, как обычно. Вот что успела, то и сняла. Друзья мои, все эти томатики вместе весят 2 килограмма 144 грамма. Вот. Представляете? Вот такие цветные, красивые томатики на 2 килограмма. Положу в коробочку от чая, пусть лежат, чтобы более сохранны были. И вот у меня еще синенькие, почти 500 грамм. Это сорт называется «Мечта огородника». Ой, господи, все вам рассказала, показала. Вот так вот. Тут же у меня продолжают лупиться перепелки. Это уже остатки. Часть, наверное, из них уже как бы все не выживет. Сейчас я более-менее выберу жизнеспособных. И все. И буду отключать. Нет, еще, наверное, постоит завтра до утра. Уже тут кушают, спят. Вот столичка, маленечко получилось перепелочек. Вот это уже, им уже с утра. Сутки нет. 12 часов, наверное, с утра. Еще суток нет. Такие маленькие. Я тут пошла посмотреть на этого паука. Думаю, ночь должен вылезти. Но я его нифига не вижу, товарищи. Муж тут газом его пугал. Может быть, он подгорел. Может быть, вот эти вот ошметки, это и есть паучок сгоревший? Может быть. Ну, тут глянула на огурцы. Думаю, как интересно. Как интересно, начиная съемка. Смотрите, огурчики висят. Представьте, да? Неожиданно, правда? О, как хорошо видно-то. Шандель-Мандель отдыхает. Ночная съемка огурчиков. Смотрите, это кукурузка. Помните, я сажала кукурузу? Но здесь она не очень. В этом году что-то вообще очень-очень все как бы мокро. И для нее, наверное, не особая погода. Вон, смотрите, какие огурчики висят. А ведь днем было не видно. Мы собирали. А еще висят. А может, уже выросли. Дополнительные огурчики выросли. Прикольная, правда? Съемка начинает. Ого! Как-то так хочется как-то сделать. Во, вот так, наверное, надо телефон держать. Ого! Вот это да! Там еще очень хорошо видно мои помидоры. Когда на них светишь. Да, и вы правы, их немного. У меня всегда так. Немного помидор. Немного. О, видите, да? Желтые уже. Ну, я уже ничего не буду прыскать. Ничего. Потому что это уже скоро осень. Мы уже себе наконсервировали, напродавали. Сколько есть, столько есть. Вот так. А, вот так надо получше. Вот так. Сколько есть, столько есть. Ну, а вот и томаты. Да, да, да. Что-то там как-то не особо много. Не особо много. Ну, там еще что-то поспело. Это я видела, видела. Но все сразу не снимешь. Куда есть? О, огромные какие. Вот опять, смотрите, из махровых цветков. Но я не видела махровых цветков. Я не знаю. Я, конечно, не рассматривала. Но чтобы столько. Но не может быть такого. Видите, полосатый. Сибирский тигр, по-моему. Да, вот, видите, еще один полосатый. Здорово. Правда, интересная ночная съемка. Вот, смотрите, здесь как бы побольше видно. О, здесь вроде побольше помидор. О, смотрите, сколько помидорок. Помидор немного. Немного. А вот вам ночная бабочка. Ночная бабочка. Ночная бабочка. Ммм, какая улетела. Все, нет. Смотрите, как красиво цветет душица. Просто вообще. Ммм, как красиво. Вы слышите? Сверчки или кто это? Вот такое количество перепелок мой муж сегодня заготовил. Это перепелки суповые, старенькие. Помимо всего, что я вам сегодня показала, еще и перепелки. Время уже 12 ночи. А я все еще вожусь с перепелками Суп я не сварила, только отварила бульон. Завтра буду заправлять суп. Сегодня я уже не в силах. Смотрите, какие перепелки. Видите, какие жирные. Это менее жирные. Это совсем постненькое. Но вот это вот прям жирненькое. Да, да, да. Вот такие жирненькие перепелки. Ну, я вам уже объясняла, что они старенькие, просто помирают своей смертью. Мы отдаем большой собаке, овчарке. Ну, как бы это тоже не дело. Мы-то тоже кушать должны что-то. Вот здесь вот маленькие перепелочки. Это другие. Это силадоны. Они не мясо-яичная порода, просто яичная. А вот это мясо-яичная порода, это техасы. Мы сейчас всех техасов извели. Это вот последние. У нас белый гигант, они еще крупнее. А вот это вот силадончики. Вот это последние несушки из техасов, которые мне привозили яйцо из Сергиева посада. Это которые приехали. Много подавленных яиц было. Но тем не менее, я все-таки вывела, старалась, очень долго с ними работала. Но они все равно мелковатые. То есть не то, что обещали. Техасы из Сергиева посада мне не понравились. Сейчас у меня из Краснодара или из Краснодарского края белый гигант. Ну, говорят, что тоже не очень-то уж и крупные, но намного крупнее, чем вот эти техасы. Хотя эти техасы крупнее, чем техасы в Волгограде, которые. Это вот силадончики. Видите, они постные, маленькие, это силадончики. Сейчас я все разделю по мешочкам. Но все равно красивые. Видите, какие беленькие. Долго, конечно, варить, как курицу, почти что суповую. Но тем не менее, свое, домашнее, чистое, экологически. Вот такие вот перепелочки у нас будут заготовлены на суп. Разделю на три части. Одну часть отдам сыну, одну часть сестре и одну часть оставлю себе. Разложила в мешочке по две штуки. Оказалось, здесь 15. Значит, еще три в супе, 18 штук. Не 17, как муж сказал, а 18. И все мешочки я подпишу, напишу, что это суп, чтобы не перепутать. И не сварить из них что-нибудь. А то начнешь варить, а они долго варятся, и попадешь в просак. Поэтому я подпишу, что это суп. На суп. Именно суповые перепелки. Вот у меня было три тарелочки. Все уже в мешочках. Вы посмотрите, что у нас творится. Боже мой! Сочи-2! Боже, боже мой! Это кошмар у нас. Такого не было никогда. У нас даже ночью такого не было. Вы посмотрите, что у нас творится. Вы посмотрите, какая витрина. Боже мой! Боже мой! У погоды нет плохой. У природы нет плохой погоды, но это невозможно. Господи! У нас такого не было никогда. Вот 20 лет живу в Волгограде никогда. Я даже выйти не могу. О, боже мой! А нам ехать надо. Видимо, я не знаю, как мы поедем. Ну, в общем-то, все. На сегодня, я думаю, все. На этом, мои дорогие друзья, я с вами прощаюсь. Ставьте лайки, пишите комментарии. До новых встреч. Пока-пока!